здравствуйте дорогие подписчики сегодня я хочу поднять тему о перевозке детей до сих пор у некоторых стоит вопрос как правильно перевозить детей хотя правила ступили в июле 2017 года в законную силу давайте рассмотрим обращаясь с правилом дорожного движения к пункту 22 9 зачитывая прям как есть перевозка детей возрасте младше семи лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля конструкции которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детские удерживают детская удерживающая система изофикс должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем устройств соответствующих весу и росту ребенка или с использованием ремней без автомобилей безоакхоженными сухие zusammen быть в резерве в соци given детей от 7 до 11 лет включительно в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля конструкций которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детскую удерживающую детско удерживающая система изофикс должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем устройств соответствующих весу и росту ребенка или с использованием ремней безопасности, а на переднем сидении легкового автомобиля только с использованием детских удерживающих систем устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Установка в легковом автомобиле кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем устройств и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем и устройств. Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сидении мотоцикла. Наименование детской удерживающей системы изофикс приведено в соответствии с техническим регламентом таможенного союза. Что мы видим? Значит, дети до 7 лет перевозятся только в детских удерживающих устройствах, детские кресла. Причем сертифицированные должны быть и дети, которым более семи лет, также перевозятся в специальных удерживающих устройствах, но на задних сидениях можно пристегнутыми обычными ремнями безопасности. Где-то тут, конечно, мы видим послабление, но это и нормально, как я считаю, потому что ситуации бывают разные и если необходимо ребенка перевезти и нет этого удерживающего устройства, можно свободно перевозить ребенка на заднем сидении. Опять-таки обращу внимание на то, что здесь указано. Если машина оборудована ремнями безопасности, то есть если машина не оборудована ремнями безопасности, то перевозить детей можно и не пристегнутыми. Дело в том, что мы живем в то время, когда еще есть семьи, у которых есть там какой-нибудь старый жигуль, старый москвич, да, которые живут где-то в селах, может быть, и у них нет там движения большого, и при этом они могут ребенка своего спокойно перевозить в своей машине, ничем не пристегивая. Во всяком случае, если читать этот пункт, я понимаю именно так. Каждый родитель сам для себя решает безопасность своей семьи и своих детей. Конечно, если есть возможность всегда лучше пристегнуть, если есть возможность всегда лучше воспользоваться креслом, но жизненные ситуации бывают разные. Еще раз хочу заметить, можете меня там ругать в подвиде или не ругать, там есть такие, которые говорят, только в детских седе, с детскими креслами нужно перевозить детей, но извините, если вы где-то далеко находитесь от общего транспорта, если у вас нет личного транспорта, и у вас есть возможность подвезти ребенка на чужом автомобиле, и нет этих кресел, почему бы не пойти на встречу, не подвезти таких детей. Получается, сейчас дети это какая-то лишняя нагрузка на общем.